доброе утро уже даже не утро уже даже день я уже на ногах давно приветом с гетеборга уже я вне вне отеля уже вышел оттуда вот уже здесь в каюте у себя в кабине машины отель это хорошо но я как-то все-таки блин больше более себя увереннее чувствую в машине вот расскажу потом где-нибудь видео наверно посмотрите про отель ну конечно здорово мне понравилось да и я вот культурную программу провел вчера было в музее volvo а главное джустика не забыл что он здесь со мной так что все в порядке я постирал и сам помылся в душе единственное одежду надо было где-то постирать но не удалось негде вот вот сейчас уже без 15 12 пришло сообщение вопрос как я там 45 отстоял могу ли начинать движуху я написал да могу я думаю что сейчас что-нибудь придет течение часа и стартанем либо может быть вообще просто план на сегодняшний на сегодняшний день придет и так напомню что мне осталось в понедельник вторник среда стерк пятница и домой начал смотреть я по своей той самой блин и блин с этими двадцати четверками ну по свою как эту чип-карту прочитал да там блин запутался я совсем ли эти двадцать четверки которые не в кассу идут течение недели они конечно как бы все время отодвигает отодвигается рак пятку мою вот ну хорошо что позвонил на работу за интерсу сначала мы друг друга не поняли я просто имел ввиду чтобы блин с этими двадцать четверками запутался он говорит возьми листочек напиши свои двадцать четверки когда ты поймешь вот у меня получалось что 3 стартанул апреля 8 у меня было 29 часов пауза 10 25 часов пауза 13 24 часа пауза и вот 16 я встал на 45 получается что 8 числа у меня еженедельная была сокращенная а потом 13 еженедельная сокращенная и сейчас как бы 16 16 16 16 число но по по это как бы я сделал да как бы не специально сделал но отстоять компенсацию я должен не сейчас начать отстаивать компенсацию я должен в следующую следующую субботу или воскресенье точно не знаю вот тогда я должен стоять 45 часов плюс все компенсации а сколько компенсации я даже блин вот это я трудно считать потому что блин потому что блин надо одним куском тягачить сейчас не хочется думать потому что я знаю что по любому воскресенье я должен сделать взять на паузу теперь и на 45 плюс все компенсации а все компенсации то получится только одна неделя по сути компенсация прошлое то есть когда стоял там 24 часа не там 25 отстоял это даже там больше стоял потому что там еще паром был ну ладно вот возьмем 25 и 19 то есть я должен ставить компенсацию 45 плюс 19 и все будет окей потому что первой неделе начали 25 часов да это значит надо 25 дней не 19 надо 9 20 часов постоять 2 вот это час недели 45 я отстоял больше уже я уже даже в 9 часов у меня было 45 к сейчас 9 10 11 12 будет 48 часов вот но это грубо говоря 45 и тогда вот следующую неделю должен стоять 45 и плюс компенсацию вот сейчас будем ждать что куда это может быть сходить в отель кофе попить пока ничего не пришло ну там бумажных стаканчиков закончились надо в чашки брать в чашки не выйдешь посмотрим ладно потом расскажу куда куда поеду и что поеду кстати взял в этом в отеле это самую вот это отель которым я был аркен аркен и посмотреть ценники на спа процедуру я правда не переводил со шведского не совсем хорошо со шведским языком что кажется есть лейт найт спа 1490 за персону лиля арт гаден спа то же самое стора от гаден спа это наверное с чем-то еще плюс еда какая-то я смотрю двадцать семь евро потом вардас кликс какой-то 16 евро какой там какой-то комплект закуски 185 это вообще какая-то ерунда это где-то блин 2 евро что ли от гаден романтик это типа романтик какой-то бассейн с романтиком наверное сам пони а тому там много чего входит я сказал блин круто вообще надо вот потом рассказать вам полностью перевести на английский язык с помощью переводчика 20 евро там шампанское входит что-то там еще бэд басту тренинг да брус пакетом это какой-то семейный пакет по моему 40 евро спамет ваннер это какая-то ванна 17 евро персоны и ддм еще тут какие-то тут ну короче я бы не сказал что тут дорогие цены надо просто ознакомиться как-нибудь и сделать вам обзорчик тут же минска климат аут трекет типа минский климат что ли или вот это вот показано что типа блин овощи из минска ну не знаю пик кого знает ну короче мне очень понравился отель ладно будем ждать из информации не так они же просто не просто также они по сообщения прислали правда тогда тогда потом расскажу что и куда так что не уходите блин вообще ребята погода супер супер пупер он там volvo написано и вот туда дорожка буквально 10 минут можно дойти жалко я не знаю что будет я бы все таки сходил бы вчера я чуть так устал как ты мне живо вчера за приболел слишком я наверно хорошо покушал эти дни туда прогулялся конечно я думаю что пока я не получу задание я не пойду если будет вечернее задание типа вечером ехать то можно сходить вот смотрю там тоже кстати коллеги встали вчера не уже стояли и там типа написано одно что штука что остановка стоянка запрещена но стоит знак что типа в определенных местах можно стоять не более 24 часов но это неудивительно швеция дания 24 часа не вот хорошо я в отеле значит что у меня чек сохраняю то есть нарушение у меня никаких не будет надо будет стану на эту на ежедневную паузу вытащу вытащу карточку еще раз по чипирую посмотрю когда теперь у меня будет запланированный следующий еженедельный план запланированный отдых вот что еще могу сказать хорошо когда есть этот считыватель чипов вот реально ты сам можешь контролировать какие у тебя там есть нарушения каких нету мелкие такие какие-то там странные бывают нарушения вот типа там якобы там что-то там не ввел страну там не ввел страну ну и обычно нарушение сорока пятка типа в машине это такие слабоватые для некоторых стран для некоторых странах достаточно серьезно могут оштрафовать вот как и говорил машина моя немытая уже две недели даже больше потому что не мыли ее перед сдачей а я даже и не могу помыть вот так протираю иногда там что-то дверь протереть ну вот название канала моего 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 это что за грязь что ли не стоит не понял я это царапина откуда она даже не помню вроде было вроде не было да я и не мог может когда этот чудак мне зеркало закрывал на пароме да нет можно может быть тогда хотя фигка узнает ну вот ладно ждем с продолжение банкета так сказать я вот не слышу я сделаю чайковского смысле не слышу там чтобы пришло сообщение на что только у нас или инди линд или линд пикает вот интересно да такие вот скалы блин как будто вот так можно кино снимать фантастическое вот так направил камеру как будто это офигенная скала материалами интересный такой блин как вот знаете вот как будто кто-то вот так уложил камни хико знает это порезы пласты такие там большие здесь здесь большие вернее там маленькие да жалко жалко наверное я думаю что я сейчас поеду возьму прицеп в порту и повезу его на базу а что дальше будет я не знаю а может и в повезут сам они как-то так странно у них один приводит передают другому в принципе правильно чтобы этот тот повез дальше прицепа ты делаешь паузу кто-то тебе приводит прицепа ты взял его и поехал дальше принципе это правильно логистика я согласен известно что она неправильно тем что ты вот по ночам надо фигачить ладно одно дело ты выезжаешь 8 вечера и на месте где-то так в 6 утра но когда ты выезжаешь в 11 вечера и на месте там скажем в 10 утра никак ты не попадешь потому что потому что ты попадешь в офигенную пробку в европе в германии в той же бельгии ладно будем дальше ждать может все таки еще удастся сходить туда наверх уже переоделся так по походному сейчас будем чайковского пить с бетербродами или с печеньем и все получил заданию целую кучу заданий ребят я получил сейчас я еду опять туда куда приезжал на чекин забирать документы на прицеп еду обратно сюда забираю его и завтра мне в 6 30 выгрузка там на volvo volvo тракок в этом центре это 7 километров отсюда потом там же где-то я этот прицеп отдаю на dsv сервис типа еду обратно на чекин туда забираю там другой прицеп беру документы еду сюда опять забираю прицеп еду опять на volvo там выгружаюсь там же загружаюсь и выезжаем агент как-то вот так ладно они торопят до 6 надо забрать время еще дофига забирать надо было знать забрать его заберу где мне тут встать в общем проблема надо где за там езди место встать на ночь нет или здесь надо искать сумме туда ехать это место не будет лучше нибудь здесь стану посмотреть надо место вот там можно вставить мы прокатимся вообще посмотрим сейчас мы посмотрим знаете что то у нас тут есть с местами тому двое стоят они на 45 стоят конечно как-то нет подключение к интернету есть подключение к интернету или будем там искать отчетчики оденем очки сейчас вот будем по гуглу смотреть если здесь место либо если там место я тут обходил принципе голова есть там место или нету так непонятно вроде там есть стоят машину по факту вот связался с витей с лёшей пока молчат lng может быть и можно за день будь встать надеюсь а где я посмотрим где я здесь я там там стоят только прицепы вдоль дорог никто не стоит вот там можно принципе подумать если ладно поедем съездим за документами мы уже знаем куда это надо здесь рядом два километра значит там нужно паспорт свой ой трава вернее свои и заполнить там одну бумажку номер машины и мы фамилии как обычно но все ладно поехали или проложить на следующем повороте поверните на на следующем повороте вот уже все знакомо зашел зарегистрировался получил уже карту не давали дали только этот он спросил карта нужна так что вот так сейчас заедем уже не прошу здесь по моему можно даже помыть машину немного сейчас поймем не такой дорогой сейчас поймем налево вот так поедем экси там а здесь мы посмотрим что тут такое она по им по экситу но здесь по моему что-то связано с водой можно по моему помыть я вам чудак и по моему это мокро но машина наверно сам посмотрю не вижу это или там туалет нет был а вот да тут есть жидкость можно стекла помыть дать и 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 Используйте дорогу съезд. Через 200 метров поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Я полинтал. Чуть не попал в аварию. Засмотрелся на эту херень. Ладно. Надо ехать теперь прямо. Готовьтесь к первому повороту. Через 1,8 км. Сейчас уже едем в эту самую. Только другим путем. Что-то у меня это показывает. А, ну да. Там надо будет налево. Сейчас жарко, ребята. У нас 18 градусов. Помню, там разлил воду. Сейчас буду убирать. Надо думать, где поставить эту самую. Где поставим, блин, на ночь встанем. Интересно. Там есть или нет. Хорошее место. В 6.30 выгрузка, блин. Потому что там в 11 открывается. Наверное, поэтому. В 6.30. А вот где мне тут встать? Не, можно, конечно, отцепить трейлер. Встать где-нибудь. На том же паркинге. Мы сейчас посмотрим, проедем прямо. Там развернемся где-нибудь возле музея. Посмотрим, есть там вариант. На следующем повороте поверните налево. Сейчас налево мы не поедем. Повернем, посмотрим. Вот здесь отель, которым я ночевал. Но мы посмотрим, где, как вариант поставить машину. Там коллеги поставили две машины. Три даже машины. На следующем повороте поверните направо. Здесь написано, что стоянка запрещена. Блин. И в кармане запрещена. Туда есть 24 часа. Которая... Типа написано. Плейс. На дороге с круговым движением. Здесь автобус останавливается. Вот где-нибудь, может быть, дальше там. Посмотрим. Блин, у меня там, по-моему, вода, блин, пролилась. Трейлер-сервис. Там нельзя заезжать. Там можно, наверное, поставить где-нибудь. Знак стоит. Где-то там поставить надо, блин, до завтрашнего утра. До часов пяти только. Мы сейчас едем, кстати, в сторону музея. Что у нас здесь с паркингами. Так, если мы повернем направо, там негде поставить. Там только дворы. Знаки, знаки, знаки. Главное, знаки закрыты. Почему-то. Если знаки закрыты, значит, можно стоять. Правильно? А где вот лучше постоять, это интересно. Выполните разворот на дороге с групповым движением. Съедьте, используя четвертый съезд. Вот этот чудак поставил машину и уехал. Съедьте, используйте четвертый съезд. Попробуем, посмотрим. Ну а все знаки заклеены. Перепроложить. На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте поверните направо. Туда нельзя заезжать, по ходу, просто. Там дольше, до левого. Там не проедешь, не выедешь. Вот так и ищешь примерно места. Volvo Truck and Bus. Как бы я для Volvo привезу, блин. Через 180 метров выполните разворот на дороге с круговым движением. Съедьте, используя... Тут все для Volvo, по сути, блин. Интересно, да? А поставить негде машину? На данный момент. На данный момент. Спасибо за внимание. Теперь мы собираем дождь на охрану и выключаем. Сейчас, знаете, нам надо сейчас за этот свет посмотреть. поедем здесь посмотрим что у нас здесь все закрыто у тебя машины вон стоят почему они стоят там аргейт аргейт а давайте посмотреть что там у меня что я думаю что здесь есть я поставить машину и нет уж никаких проблем ари гейт арт здесь например да здесь согласен здесь нельзя здесь потому что двойная сплошная и не поставишь вот там можно знать сплошные логистика очень-очень захотеть можно поставить даже вот здесь можно поставить и утром свалить он стоит один тоже наверняка на ночную стенку я посмотрим нет открыто вся фигня трейлер где-то двойны вот тогда нельзя ставить а так я думаю что все можно взял поставил все никаких проблем нету ладно поем посмотрим что там с этим volvo центром а утром блин уехал пять утра мы поедем посмотрим что там вообще заболевать чем он дышит может он тоже такие места ну короче вот здесь есть места и нормалет на ночь точно можно поставить машину вообще никаких проблем не будет никто здесь не вызовет полицию блин на следующем повороте стоит машина в ожидании выгрузки так ну вот мы приехали на ту сторону почти к этому самому блин к музею просто они здесь стали наверно думали что здесь поближе к городу вот стоит тоже на ночь закрытым все правильно подъехал задом прокатился и встал ночью и правильно ничего не закрывает по моему хотя бы по моему не было еще недавно сейчас куда-то подъехал может быть о не он как-то на по ау на паркинг вообще заехал молодец красава вообще на паркинг ну да видите короче очень хорошее место в гетеборге я нашел если что блин езди стать когда мне лёша пишет скажет не уехать олег если я не ошибаюсь то ты там был уже один раз помнишь в прошлый раз ты ехал по кое чудо езжал я сказал что там нормальная елочка есть что можно встать то если я не ошибаюсь не было я тут еще посмотрел что он вроде там эту заправку не помню что мы смотрели уже тогда в прошлый раз так что я думаю вроде интереса может туда съездить да она есть сюда песни не было цельку и остается еще рядом но хоть на него едет ну то смысл вот тут забирать сегодня ту рецеп если бы просто завтра да у них по моему этот офис который выдает документы на прицепы работает с 11 утра понимаешь а выгрузка у меня пол седьмого поэтому сегодня просто я мог не сейчас мог через час ехать да ладно все нормально тут если что сюда вернусь здесь до хера место где можно найти понимаешь а там нет я не был ты просто говорил там что-то а ты думаешь это там где я был там где ночью я был разве то этот вольво центр а туда все может быть да тогда тогда но там стоять нельзя рядом там негде стоять по большому счету так ладно я приехал зато и захотите обновлении поездок в у те которые в 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 поедем b123 сказать b123 а нам сейчас тут направо и и за кью 150 сразу начинается с правой стороны где-то кью-кью вот там b123 а 123 487 а а а а а да я помню там стоять нельзя но если только ночью приехать там стать можно а так нет так нельзя было стоять до 123 направо где-нибудь посмотрим потому что кто-то стоит и я встану b123 где-то здесь будем искать какой там прицеп у меня был ой тогда до другой стороны было заезжать по моему ладно заедем 487 387 она дсв будет что ли если туда надо везти на дсв 27 понял я 23 а вот он белый серый нашел на счет сейчас мы тут заедем сначала не к нему а развернемся а а а а а а Продолжение следует... 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 пристроился бы к ней на ночь. У меня там ящики, никто ничего не спорует. Единственное, что могут сорвать топливо. Посмотрим, что у них тут есть. Кореша, а что это? Ну, там есть место за этим. В принципе, есть место, если что. Можно подъехать и встать. И пофиг. Правда? Ну ладно, посмотрим там. Но сам факт, что, ребята, что здесь есть место. Места есть. На ночь? На двадцать четверку, наверное, нету, на эту нету. Но на ночь есть место. А вот смотрю, а вот здесь что? И здесь, наверное, на ночь есть место. Ну, хотя там написано паркинг. Запрещено. Вот, можно встать. Блин, там нет, там знак. Там знак. Не то, там как-то знак стоит странно. Больше там 24 часов, по-моему, нельзя стояться. Ну, здесь можно сбоку встать, если захотеть. Вот здесь. Вон стоит. Ну, если что, вернемся. Есть куда возвращаться. Расстояние небольшое, 7 километров. Хотя нет, мне как-то пишет, 12 километров сейчас. Вот оттуда было, наверное, 7. Вот. Подъехал к нему так раз сбоку и пристроился. Вот сейчас думал, а может быть остановиться и нафиг никуда не ехать, что там где? Здесь и туалет есть, вот. А? Как вы думаете, ребята? Где-то с топливом, с топливом опасности есть. Через 300 метров поверните направо. Здесь, наверное, стоять нельзя. Через 300 метров направо там нельзя, бля. Там заправка. Там нельзя, там закрыто уже. Уже какой-то ремонт, видимо, идет. Да, тут все было в ремонте, я помню, да. Да, я ехал. Готовьтесь через 750 метров повернуть налево на дороге с круговым движением. Кстати, вот мы отсюда выезжали. Мимо и поедем. Все мимо этого офиса идет. Сможем было там повернуть спокойно и проехать. Ну, будем знать. Не, ну я зато проехал, посмотрел, где там встать можно. Вот за той машиной можно точно встать. Перед ней. Поверните налево на дороге с круговым движением. Съедьте, используя третий съезд. Блин, так тихо в городе. Понедельник. Завтра будет громко, да? Это вот здесь первый съезд. То есть, в городе с круговым движением. Попробуй насквозь проехать. Ну, улетишь. Куда-нибудь. Готовьтесь через 950 метров двигаться прямо. Почему мне потом туда куда-то говорить? Попробуй насквозь проехать. Что-то я понятен, что я показываю. Какой-то маршрут! Странно. Продолжайте. Движение, через 400 метров держитесь в праве. Как проверить? Стокгольм. Через 140 метров держитесь в праве. Через 120 метров держитесь в праве. Через 200 метров держитесь в праве. Что-то я не пойму, что ты хочешь. Слышь, правее. Я и еду правее. А, здесь правее? Вообще непонятно как-то. Не, вот здесь налево. А, вот туда нельзя направо. С 18 до 6 утра. Какие-то дни. Не знаю, какие рабочие или выходные. Через 30 метров ДСК поверните 1 метр. Что, мы сейчас обратно поедем? Я что-то вообще ничего не понял. Такая дорога, что ли, странная? Через 160 метров держитесь. А, из этих ремонтов, что ли? Через 150 метров продолжайте движение. Я вот тут ехал, да? Развязка такая сделана, что там не развернешься. Додолжайте движение прямо. Вол, вол. Через 200 метров держитесь левее. Через 110 метров держитесь левее. Сила такая, развязка, блин. Столько много телодвижений, блин, делать надо. Почему оттуда нельзя было так проехать? Ну, наверное, так сделали. Вот это, по-моему, Леха говорил за платный паркинг. Статуил. Есть там места интересные? Да, вот этот он говорил. Да. Да, есть. Конечно. Да, хренов. У меня есть, есть места. Найти можно, короче. Ну, я не хочу на платный ехать. Чё с, блин. РEng. Ага. Продолжение следует... 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 Сейчас спрошу там, будет место, не будет, что-то, может, это перерыв там. Стоит там машинка? Одна стоит. Отлично, можно, значит, встать. Сейчас пойду и спрошу. Не работает все, точно. Так я тут и встану, и пошли все нафиг. Ну не то, что там слишком нафиг. Мне кажется, что никто не работает очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Зачем бить?